На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В средней школе поселка Развилка прошел урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества. Считаю, что каждый должен знать историю своей страны и интересоваться этим и помнить своих героев. Третий по счету груз с помощью передан солдатам 42-й дивизии, участвующей в специальной военной операции. Каждому спасибо тяжело сказать, но в лице тех людей, которые там привезли, хочется поблагодарить. Великие россиянки и россияне выставка под таким названием открылась в Центральной Видновской библиотеке. А вы можете каждый, если заинтересуетесь, рассказ посмотреть, о каждом из них. 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. В средней школе поселка Развилка прошел урок мужества. На нем побывала и наша съемочная группа. Подробности у Натальи Буслаевой. В День Героев Отечества в Развилковской школе прошло торжественное мероприятие. Открытый урок мужества был организован в актовом зале учебного заведения, на который были приглашены почетные гости. В том числе и одни из инициаторов патриотического праздника – представители фонда «Правопорядок и щит». Одно из естественно значимых социальных направлений деятельности нашего фонда – это работа с молодежью в рамках патриотического воспитания молодежи. И здесь, конечно, мы очень много уделяем вниманию школам, различным кадетским направлениям. Урок мужества был посвящен герою Советского Союза Надежде Троян. Старшеклассники со сцены рассказывали о биографии, интересных фактах и знаменательных событиях из жизни легендарной разведчицы. В школьные годы Надежда проявляла большие способности в изучении иностранных языков. И немецкий знал о совершенстве. Ребята признаются, что с удовольствием посещают занятия, посвященные истории Великой Отечественной войны. Такие уроки проходят каждую неделю в понедельник. У нас есть специально для этого выделенный урок. Считаю, что это необходимый для изучения. Считаю, что каждый должен знать историю своей страны и интересоваться этим, и помнить своих героев. Это очень важно. Каждый должен знать историю своей страны, интересоваться. Благодаря таким занятиям школьники узнают о тех подвигах, которые были совершены этими замечательными людьми во имя страны и во имя каждого из нас. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Третий по счету груз с помощью передан солдатам из 42-й дивизии, участвующей в специальной военной операции. Его в зону СВО сопровождали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Наша съемочная группа встретилась с только что вернувшимися народными избранниками. На днях из зоны специальной военной операции вернулось несколько депутатов Ленинского городского округа. Народные избранники сопровождали собранный неравнодушными жителями груз для солдат. Несколько месяцев назад мы организовались. Нас поддержал глава и вместе с исполнительным комитетом партии «Единая Россия». При участии, естественно, и территориальных наших отделов мы организовали сбор помощи нашим солдатам, офицерам на территории нашего Ленинского городского округа. И эта помощь уже адресная. Груз предназначен для 42-й дивизии, которая базируется непосредственно в зоне специальной военной операции. В ней насчитывается более 10 тысяч бойцов. В этот раз мы отправили третий гуманитарный конвой. Он содержит огромное количество необходимых вещей, которые, соответственно, мы получаем непосредственно от командования этой дивизии. Мы работаем по списку. Наши, прежде всего, жители. Это огромная благодарность им, нашим предпринимателям, которые не остались равнодушными. Всего в зону СВО из Ленинского городского округа было отправлено свыше 30 тонн помощи. Это товары первой необходимости, продукты, теплая одежда, медикаменты и даже автомобили. Каждому спасибо тяжело сказать. Но в лице тех людей, которые это привезли, хочется поблагодарить. Я вас уверяю, что здесь лично ничего не бывает. Все, что нам привезли, все попадет нашим пацанам, которые впереди. И, дай бог, даже кому. Спасибо большое. Победы будут для нами. Обратно народные избранники привезли ответы солдат на письма школьников, которые были отправлены ранее. Шеф-редактор телеканала «Видное ТВ» Галина Житкова передала Станиславу Радченко новогодние открытки для бойцов, которые смастерили ученики Видновского художественно-технического лицея. Будьте добры, тогда тоже передайте, чтобы Новый год был настоящим праздником, семейным, чтобы ребята помнили, что их ждут. Добро обязательно это сделаем. С каждым днем в сбор включается все больше и больше активных жителей муниципалитета. Уже сформирован четвертый и пятый по счету груз. Помощь продолжают принимать в специальных пунктах, расположенных в офисах территориальных отделов. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники подмосковного комплекса по переработке отходов спасли от неминуемой смерти красноухую черепаху. Экзотическую рептилию обнаружили лишь на последнем этапе сортировки мусора. О нелегкой судьбе найденыша в нашем следующем сюжете. Я приехала 1 декабря с Домодедова к нам на комбинат и провела, пока мы ее не нашли. Такой не может быть недолгий, но сейчас покажу не очень простой путь. По приезду на комплекс по переработке отходов заморская гостья отправилась в удивительное путешествие. Черепаху ждала встреча с чудесами современной техники под названием разрыватель пакетов, барабанный грохот и оптический сепаратор. Это наш барабанный грохот, который у нас делит на три вида размера наше тыко из потока. Вот здесь наша черепаха и была. Фронтальные погрузчики, крупногабаритные отходы, подающие конвейеры, опасности, что пришлось преодолеть экзотической рептилией, пока на одном из этапов технологического цикла бдительный сортировщик не обнаружил интересную находку. Ехал пакет и чисто я увидела черепаху, вытащила ее из пакета. Она может там была чуть-чуть ранена, а так вот такая вот была, красивая, хорошая. Это уже второй случай за последние полгода. Сотрудники не только спасли красноухих черепах, но и забрали их к себе домой. Эти популярные домашние питомцы очень быстро растут, поэтому и бывшие хозяева выпускают их в пруды или выбрасывают с отходами. Галина Житкова, Ольга Садовская, Видны ТВ. Великие россиянки и россияне. Выставка под таким названием открылась в Центральной Видновской библиотеке. Она организована при участии Ленинского отделения общественной организации «Союз женщин России». Среди первых посетителей вернисажа была и наша съемочная группа. Мы с огромным удовольствием приветствуем сегодня, и разрешите от имени главы администрации Спасского Алексея Петровича, приветствуем нашего великолепного художника Аиду, нашу видовчанку, именно здесь, в нашей Центральной библиотеке. На презентации, которая прошла в Центральной библиотеке, собралось немало почитателей таланта Аиды Лесенковой Хан и Майер. Ее работы находятся в 26 музеях России и других стран, а также в частных коллекциях. На выставке, которая получила название «Великие россиянки и россияне», представлено 15 портретов. Сама художница признается в работе над той или иной картиной, и для нее важна каждая деталь. Это скучно нарисовать просто лицо, руки, даже ордена. Это еще не все. За этим большая судьба. И даже те герои, в которых я пишу, я часто даже пишу без орденов, но в таком фоне, который говорит именно о том, какая у него была атмосфера героическая. В отличие от других художников, изображавших известных полководцев и героев Великой Отечественной войны, Аида Лисенкова-Ханэмайер сосредоточилась на том, чтобы показать широкой публике незаслуженно забытых солдат и офицеров. Есть среди ее работ и узнаваемые персонажи. Антон Чехов, Александр Пушкин, Марина Цветаева. Аида талантливая, чуткая, эмоциональная. Она очень хорошо знает историю родины нашей, подмосковного края. И эта история, судьбы ее героев и персонажей отразились в ее полотнах. Инициатором и организатором экспозиции выступила общественная организация «Союз женщин России». Для участников презентации художница провела небольшую экскурсию. Выставка устроена так, что любой посетитель сможет узнать много интересного о тех, кто изображен на том или ином полотне. Здесь я специально повесила рассказы о каждом герое, потому что если обо всем этом рассказывать, просто времени реально не хватит. А вы можете каждый, если заинтересуетесь, посмотреть о каждом из них. Познакомиться с работами, выставленными на вернисаже, можно до середины января. Вход свободный. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.